Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня я хотел вновь предложить вам продолжить наши рассуждения об интересной теме, признаке второго пришествия Христа. И сегодня мы вместе с вами будем продолжать рассуждать об этих признаках. И мы сегодня переходим ко второй части, то есть ко второму признаку, который оставил Христос. Это войны. Матфея 24 глава стих 6 и 7 говорит нам о том, что «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Второй признак будет заключаться в усилении беспримерных разногласий и войн между народами и царствами этого мира. Глаголом «услышите» переведена форма будущего времени греческого слова «мало», которое означает «продолжительность действий». То есть вы не один раз услышите о каком-то конкретном событии, нет, вы будете постоянно слышать, что там происходит конфликт военный, что там началась война, что там разворачиваются военные действия. Вы много раз услышите об этих военных действиях. Люди как никогда будут постоянно говорить о длящихся войнах и о военных слухах. Несомненно, будут горячие точки, где будут происходить военные действия, а также холодные войны в виде экономических и политических конфликтов. Сравнивая эти события с родовыми муками, можно сделать вывод, что по мере приближения пришествия Христа эти конфликты будут возрастать как количественно, так и по степени их напряженности, пока не перерастут в ужасную бойню, кровавую резню. Со дня убийства Каином брата своего, которого звали Авель, всегда были воины. Это была первая война между братом и братом, родные два человека, и у них был серьезный конфликт у Каина, который убил брата своего. И вот теперь до конца, и при том все чаще человечество идет по этому пути, по пути Каина, убивая друг друга. И Христос об этом предсказывал. Он говорил, будут войны. Общество международного права опубликовало документы, согласно которым в продолжении последних 34 столетий было лишь 268 мирных лет. И то в эти годы народы лишь с большим трудом могли с пониманием относиться к друг другу. В течение этих лет было подписано 8 тысяч мирных договоров, хотя по замыслу их составителей они заключались на веки. Действие их длилось в среднем не более двух лет. Давайте посмотрим, как слова Христа исполнялись с первого века нашей эры. Здесь мы видим 10 войн. В первом веке 10 войн произошло. Начиная с 17-го года и по 99-й шли войны. Были военные действия, были конфликты, люди убивали друг друга. Второй век было больше войн. Здесь, на этом кадре, вы можете увидеть, в какие года, какие войны происходили. Некоторые войны, они длились десятилетиями. Это был не просто какой-то конфликт между человеком и человеком, между царем и другим царем. Это народы воевали друг против друга, убивая человека и проливая кровь. Я собрал материал о всех военных конфликтов за весь период нашей эры. Но перечислить их будет так долго, да это и утомительно будет, чтобы мне сэкономить немножко времени, и чтобы все-таки показать картину, сколько войн было в нашей эре, мы приведем только небольшую статистику. И я хочу обратить ваше внимание на динамику возрастания этих войн. Как вы уже обратили внимание, что в первом веке было 10 войн, во втором уже 13, в третьем веке было 20 войн. Потом вроде какое-то было как бы перемирие, но даже и в этом перемирии в четвертом веке было 11 войн. Вот, к сожалению, в пятом и шестых веках нет информации, были войны или нет. История просто умалчивает, просто не сохранилась эта информация. И вот эту хронологию вы можете проследить. 14 век, 18, 15 век, 27, 16 век, 41 война была, 17 век, 54, 18 век, 49, в 19 веке уже 206, в 20 век 220 и уже в 21 веке, в котором мы с вами живем, за каких-то 18 лет уже была 61 война, военные случаи, конфликты, тогда, когда действительно в стране или в государстве было объявлено военное положение, это, может быть, была гражданская война, или какие-то политические вопросы решались с применением оружия, с истреблением массы людей. Мы живем с вами в такое время, когда убивают друг друга. И убивали, и убивают. Слова Иисуса Христа «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть» вовсе не означает, что война или военные действия они угодны Богу. Вовсе нет. Напротив, она является нарушением всех Божьих заповедей, которые Он оставил человеку. Однако, к сожалению, война неизбежна, потому что люди отдались в распоряжение Сатаны, который является человека-убийцей от начала. Новым в последнее время будет не взаимная враждебность народов между собою, а ее все более возрастающая резкость. Восстанет народ на народ. Брат на брата восстанет. И будут друг друга убивать. Небольшая статистика по Второй мировой войне, которая была с 1939 года по 1945 год, где погибли евреи. Число погибших евреев за эти шесть лет составило почти шесть миллионов человек. Это было массовое уничтожение нации. Это был самый настоящий холокост этого народа. На этой карте изображены цифры, где, в каких странах, сколько погибло евреев. Человеческие потери во Второй мировой войне вот за эти шесть лет. Сколько человек погибло в каждой стране? В Советском Союзе погибло 25 миллионов 568 тысяч человек. Последняя война охватит весь мир. Об этом мы читаем в Святой книге Библии, в книге Откровения Иоанна. В образе символического всадника видят мучение, которое коснется всего, восставшего против Бога человечества. Сколько в этой войне погибнет людей? Мы не знаем. Но мы читаем в 6 главе 4 стихом «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Для участия в Армагеддонской битве будут собраны войска и цари всей земли. Об этом мы читаем в книге Откровения в 16 главе с 14 стиха. Разве в наше время мы не видим, как воинские части разных стран совместно участвуют на полях сражений? К чему они готовятся? Только ли, чтобы обменяться каким-то опытом? И все. Разве уже не был весь мир втянут в войну? Сообщения с фронтов приходили к нам со всех пяти частей света. И всей совокупности народов едва ли десять смогли остаться нейтральными. В истории нашей планеты такое произошло впервые. Последняя же война будет ужасно кровопролитной. Описывая все страдания, которые будут сопровождать последнюю войну, Иоанн говорит, «И дана ему власть над четвертой частью земли, умершвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Четвертая часть земли погибнет. Погибнет от военных действий, от меча, от голода, от болезней и даже от полевых простых зверей. Эту власть была дана ангелу, который должен был умертвить в четверть часть земли. Он еще и дальше говорит об этом. Погибнет третья часть людей. Вот можем себе примерно посчитать. На сегодняшний день примерно около семи миллиардов человек. Вот третья часть погибнет. Это больше миллиарда. Это около полутора миллиарда человек погибнет. Многие из читающих эти пророчества несколько лет назад лишь пожимали плечами, говоря, «Разве мировая война, которая уже была с 2014 года по 2018 год, не должна быть последней? Разве у нас нет Лиги нации? Разве война не была объявлена вне закона? В то время, как на конференциях по разоружению велись переговоры, правительства вооружались, как никогда дальше? Посмотрим эту статистику. Тогда, когда были подписаны мировые соглашения, чтобы не было войны, то смотрите, как вооружались страны. Это количество боеголовок. В каждой стране сколько? И посмотрите на эти цифры. Посмотрите, как эти цифры растут, развиваются, идет развитие этих боеголовок. Но для чего? Ведь подписаны мирные соглашения. Ведь есть Лига нации, чтобы не убивать друг друга, чтобы не было военных конфликтов. Для чего? Или для кого? Изготавливаются все больше и больше этих боеголовок. Мы знаем, что было после всего этого. И никто, кроме Библии, не может сказать, что еще готовит нам будущее. Между тем, очевидно, что благодаря науке, стоящей на службе врага, последствия или последствия войны становятся все более ужасными. Чем больше наука развивает и изготавливает новое оружие, тем последствия еще ужаснее. Большое количество людей возрастает, которые действительно умирают от пуль, от бомбежек. В Марнском сражении погибло 800 тысяч человек, а за четыре года Первой мировой войны погибло 10 миллионов человек. Война, начавшаяся в 1939 году, уничтожила, по сведениям, опубликованным в журнале международного права 78 миллионов человеческих жизней. 32 миллиона погибли на полях сражения, 26 миллионов погибли в лагерях, которые были придуманы для того, чтобы уничтожать человечество. 20 миллионов человек погибло от сброшенных бомб. Посмотрите на эти страшные цифры, о чем они говорят. В каждой цифре это человеческая жизнь, это человеческая душа, которая бессмертна, которая была создана по образу и по подобию Божьему. И так беспощадно относились к этому, к Божьему творению, убивая друг друга миллионами человек. В некоторых странах, и особенно в подвергшейся бомбардировке в городах, погибло до четверти населения. Одна бомба, брошенная на Хиросиму, за несколько секунд уничтожила больше жизней, чем раньше уничтожала длительная война, которая могла длиться десятками лет. Одна единственная бомба, которую сбросили на этот город, уничтожила намного больше человеческих жизней. Мы не говорим здесь о ракетах дальнего действия и о возможных последствиях бактериологической войны. Нет. Хиросима, после бомбардировки, посмотрите, на что стал похож этот город. Одни развалины. Жизни нету. Не говоря уже о человеческой жизни, все вымерло, начиная от растительности и заканчивая живого отмамира. Не было ни одной живой души. Все темно, все серо и все печально. Доктор Смит, который является одним из создателей атомной бомбы, он сказал такие слова. «Если удастся немного ее усовершенствовать, то в несколько мгновений можно будет уничтожить все человечество на всей земле». Согласно глашатаем прогресса, мы должны дожить до невиданного расцвета цивилизации, а видим лишь ее ужасное самоубийство, как эта цивилизация, убивая сама себя, нарушает все законы, которые Бог оставил человеку. «Если бы это не было предсказано заранее, священным писанием, самим Господом, можно было бы лишиться рассудка. Для чего мы живем? Для того, чтобы нас кто-то убил? Для чего? Цель какая? Жизнь! Конечно, обо всем этом больно говорить, но как несчастны те, кто, идя навстречу этой катастрофе, даже не понимают ее сути? Сидя сейчас в нашем зале, в наших комнатах и читая эти строки, слушая эту презентацию, на эту тему даже трудно себе представить, что десятки жизней закончили свое существование именно из-за военных конфликтов. Может быть, сейчас где-то происходят военные действия, и может быть, сейчас кого-то убивают, и все это предсказывал Христос. Будет это. И не потому, что Он хочет этого, а потому, что человек стал настолько черствым, грубым и злым, который преследует свои цели, и для достижения этих целей Он готов забирать жизнь у своих ближних. Это события, которые происходили совсем недавно. И в некоторых странах даже сейчас происходят военные действия, назначен военно-чрезвычайно положение в том или в другом государстве. Это карта 2018 года. И мы можем посмотреть на нее, где происходят эти военные конфликты, где сейчас могут спокойно убить человека. По оценкам ученых-историков, за всю историю человечества произошло более 15 тысяч войн, в которых погибло около 3,5 миллиардов человек. Можно сказать, что человечество воевало всегда и всю свою историю. Историки посчитали, что за 5,5 тысяч последних лет люди смогли прожить в мире только ничтожные 268 лет. То есть получается, что в каждом столетии цивилизация жила в мире только одну неделю. Больше она не смогла жить. Нарушалось это добродушие. Появлялось равнодушие человеку начинались военные действия, конфликты, и человек вновь нарушая Божье повеление убивал ближнего своего. Но верующие в это время не должны ужасаться, говорит Иисус, потому что это верное свидетельство, что Божий план осуществляется согласно Его воле. «Этим событиям, какими бы страшными и разрушительными ни были, надлежит быть, говорит Иисус. Они предвестники конца, но это еще не конец. Христос, Он видит каждое сердце, Он видит людей, Он видит их мотивы, их желания, какие цели они преследуют. И если бы все человечество знало Бога, если бы все человечество преклонилось пред Ним и приняло Его и Слово Его, то не было бы всех этих войн. Но человечество отвергло Спасителя. Человечество и по сегодняшний день отвергает Бога и заповедь Его, которые говорят «Не убей, не пожелай, что у ближнего твоего». Все это попрано людьми и люди, попирая это, идут на самое последнее, забирая жизнь, душу у человека, у своего ближнего. Похоже, что никакого различия между народом и царством нет. Если не считать, что под народом может подразумеваться демократическое правление, а под царством авторитарное правление или диктатура. Суть в том, что не будет ни одной группы людей, которая не находилась бы в состоянии войны или под угрозой войны. Конфликты будут носить как национальный, так и расовый, этнический и культурный характер, что мы наблюдаем и сегодня. Однако в то время они будут гораздо более напряженными и многочисленными. противостояние усилится во всем мире. Противостояние кому и ради чего? Противостояние против Бога усилится. А ради чего? Люди жить хотят так, как они хотят. Они не хотят прислушиваться к Божьим заповедям. Они не хотят их исполнять. И поэтому это противостояние оно будет усиливаться. Что нам остается делать, когда все это будет сбываться? И сбывается это на наших глазах, в наши дни. Но что нам делать? Как бы ни была мрачна эта картина, нам, верующим христианам, возрожденным детям Божьим, остается наблюдая за происшедшим, не ужасаться. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Когда вы услышите о военных и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь. Нам необходимо бодраствовать, бодраствовать и трезвиться, потому что все эти события говорят о том, что скоро придет наш Господь. Он предсказывал о своем втором пришествии и указывал на признаки этого пришествия. И мы, наблюдая за всеми этими событиями, мы должны быть бодрствующими христианами, ожидающими явления Его. Когда Он придет за своей церкви, чтобы взять ее и чтобы там мы вместе с Ним были. Мы должны освящаться, быть освященными, освященными, значит, отделенными от всякого рода зла, греха, от тьмы века сего, который острепляет многих людей. Мы должны быть по ту сторону этого мира. Мы должны принадлежать и быть Божьим народом, быть чистыми, быть святыми и угодными Его. Мы должны ожидать избавления, которое скоро совершится, скоро Господь придет, и признаки Его прихода говорят сами за себя. Слово Божие исполняется и сегодня, тогда, когда мы наблюдаем все, что происходит вокруг нас во всем мире. И, конечно же, веровать. Веровать в Того, Который нам и сказал, какие признаки будут перед тем, как Он придет. Наша вера должна быть твердой и непоколебимой. Наша вера не должна ужасаться, но она должна бодрствовать. Мы должны идти путем очищения и освящения и приближаться к Богу, ожидая чудного избавления. Священное Писание говорит нам, Христос, придя, найдет ли веру на земле. Братья и сестры, друзья, дорогие, давайте мы будем веровать. Веровать в Того, Кто сотворил все, что окружает нас. Тот, Который пришел на эту землю для того, чтобы жизнь свою отдать, чтобы мы были спасены. На этой земле невозможен мир. Люди настолько осквернены, настолько ожесточены, что здесь все осквернено. И поэтому Христос сотворит новое небо и новую землю. Вот там не будет ни горя, ни плача, не будет слез, от которых бывает больно на душе. И все это приносит война, конфликты между странами, между государствами, между ближними. Все это там не будет. Там будет мир, покой и радость. Там мы все будем прославлять нашего Бога, чудного Бога Иисуса Христа. Он там будет и мы будем вместе с Ним. Поэтому да благословит нас Бог, да благословит и да утешит Он нас. И видя все эти сбывающиеся признаки, которые оставил нам Христос, о которых мы читаем в Священном Писании, давайте мы будем бодрствовать, трезвиться и, наблюдая за всем этим, приготовить себя к встрече с Ним. Да благословит всех нас Господь. Ему, премудрому Богу, чести, славы и поклонения во веки веков. Аминь. Субтитры 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 Субтитры